Вышла книжка, и не где-нибудь, а в очень солидном издательном издательства, азбука, классика. Как издали эту книжку, мне сказать очень хочется. Вы обратили внимание на ее обложку. Там орел какой. Книжку эту, или точнее эту работу, философскую работу, к которой Ницше готовился очень-очень долго, он не успел закончить. И дописывала, доделывала, приводила в вид, пригодный для издания, эту книгу, эту работу. Сестра Фридерха Ницше, Елизавета Форстер Ницше. Вот об этом именно я и хотел сказать. Ну, то, что книжка издана так себе, это бумажка серая, обложка мягкая. Ладно, это отдельный разговор. Я о содержательной части. Ницше вообще очень трудный для понимания философ. Философ, который отрицал практически все философские завоевания до него. Ну, своим учителем он называл Шопенгауэра, которого тоже потом отверг, но во всяком случае какое-то время находился под его влиянием. А в его понимании философия, о которой есть смысл говорить как о философии, это Ницше, не я, кончается Сократом. Потому что Сократ, как он считает, начинает вводить логику, начинает вводить какие-то диалектические моменты. А что касается Аристотеля с Платоном, то их просто активно Ницше не воспринимал. Очень сложно принять концепцию этого писателя, этого мыслителя, этого философа. Кстати, то, что я сказал слово писатель, обязательно обратите на это внимание. Я не случайно его оборонил. Философов было много, но отнюдь не все из них были талантливыми писателями. Некоторых просто очень трудно читать, с трудом продираешься до их мыслей, построений. Поскольку стиль изложения такой, ну, лапидарный, скучный. Над Кантом заснуть можно, если все время не тонизировать себя там чашкой кофе или чем-то. Я не хочу сказать, что мысли его неинтересны. Очень интересны, но написаны скучнейшим образом. У Ницше совершенно другое. Он талантливый писатель. Даже порой не понимая, что он хочет вам сообщить, или во всяком случае не настроившись на соответствующую волну и не улавливая ход его мыслей, тем не менее, тебя, меня, во всяком случае, завораживает просто манера повествования, как он это делает. Дело в том, что вот эту волю власти потом взял на вооружение не кто-нибудь, а Адольф Гитлер. И взял потому, что посчитал эту философскую концепцию, которую преподносит Ницше в этой своей работе «Воля к власти» предтечи его Майнкамфа. Неужели Ницше был вот таким предтечей фашизма, нацизма и прочее? Кстати, именно это ему приписывали в советские времена, и поэтому однозначно он был запрещен и не допускаем до чтения советским читателям. А на самом деле все совсем-совсем не так. Текст этой книги доводила, как я уже сказал, до печатного станка сестра Ницше. Женщина, прямо скажем, далекая от философии, не сильно талантливая, мыслящая категориями, которые действительно потом мог взять на вооружение фашизм. Она скомпоновала книгу так, что ее можно принять так, как ее приняли. Кстати, когда она умерла, это было уже в 30-е годы, то Гитлер устроил ей шикарные похороны государственные такие, со всеми почестями. А работа Ницше в ее переработке к этому времени была уже издана. И, в общем, каждый член его нацистской партии мог сказать, что вот да, у нас есть свой философ Фридрих Ницше и, так сказать, Адольф Гитлер, его продолжатель. Кто была эта женщина, знают люди, я имею в виду сестру Фридриха Ницше, которые худо-бедно занимались философией, занимались вопросом, связанным с жизнью Фридриха Ницше и прочее. А вот рядовой читатель, который в киоске или в магазине купил эту книжку, всего этого может не знать. А не зная этого, и учитывая, что работа скомпонована не самим Ницше, а другим человеком, человеком предвзятым, надергавшим фразы и цитаты из Ницше, а вы знаете, и каждый это знает, что можно взять любой текст и надергать таким образом, что мысль в нем, сформулированная, вывернется наизнанку. Так вот, нечто похожее сделала с этой книгой сестра Ницше. И понятно, что здесь текст написан самим Ницше, и отдельные мысли просто потрясающе интересны. Но читая текст, надо все время в голове перекомпоновывать то, что здесь выложено в этой книге, потому что, как я уже сказал, с философией Ницше то, что здесь представлено, несколько расходится. Ну, казалось бы, нормальное издание такой книги, философской книги, должно было ему сопутствовать какое-то объяснение, рассуждение, комментарий какого-нибудь серьезного философа, мыслителя, благо много таких, кто могли бы все это объяснить. А нет, сделано было иначе. Вы открываете книжку, буквально с первой страницы, и вам сообщается, что это работа Ницше, что это воля к власти. Дальше будет написано опыт переоценки всех ценностей, все верно. Ну, дальше, как я уже сказал, издательская группа, азбука, классика, Санкт-Петербург. А потом введение. Так введение написано Елизаветой Форстером Ницше. Не каким-нибудь мыслителем-философом, а этой самой дамой, которая и преподносит нам этот труд. И после такого претисловия воспринять чуть-чуть критически то, что написано, напечатано дальше, просто невозможно. Остается только развести руками, почему в таком солидном издательстве об этом не подумали и издали книгу с предисловием этой женщины. Я не к тому, что надо что-то прятать под сукно, не показывать читателю, и предисловия этой женщины можно было напечатать. И книгу можно было напечатать даже в том виде, в каком она была издана в Германии в 30-е годы. Раньше, на самом деле, в 30-е ее Гитлер переиздавал. Но хотя бы прокомментировать, хотя бы объяснить рядовому читателю, который, скажем, впервые сталкивается с Ницше, а наверняка есть такие. Ведь он, прочитав эту книгу, ну, завтра нацепит каску со свастикой, или там подастся в Скинхеды, или еще куда-то. То есть это просто какая-то провокация человеку, который не знаком ни с философией Ницше, ни с ситуацией, как эта книга появилась на свет. Реакция его будет, ну, совершенно не той, на которую, несомненно, предотвратил автор этой книги, который, к сожалению, не дожил до ее издания, доведения до конца. Поэтому на этом я закончу нашу беседу, но хочу еще раз повторить. Если вам в руки попадется эта книжка, отнеситесь к всему, что сюда помещено, очень критически. Потому что это не то, что хотел сказать великий философ Фридрих Ницше. До следующей встречи. Спасибо за внимание.